Пока включается презентация, я хочу выразить огромнейшую благодарность всем тем фермерам, с которыми мы уже несколько лет работаем рука об руку. Дело в том, что наши опыты это хорошо, результаты, которые мы получаем на опытных деляночках, это все великолепно, но когда вы в нас верите, когда мы закладываем эксперименты, которые потом дают определенные результаты, и как правило это все положительные результаты, мы видим, что в производственных условиях, на больших площадях все получается, мы обретаем свою роду уверенность и важность, что мы вам нужны, а вы нужны нам. Поэтому огромнейшее вам спасибо. И сейчас попробую. Мое личное мнение, что почва покровной культуры – это та ступень технологии прямого посева, которая должна быть обязательно, если вы выбрали стратегию уже выращивания культур по прямому посеву, но это еще не высший пилотаж, как мы считали, ну грубо говоря, 5 лет назад. На самом деле управление плодородием и более высокая степень развития прямого посева – это умение управлять микроорганизмами. И мы все знаем, что именно биота, выделяя гламолин, формирует агрегаты, водопрочные агрегаты, как сегодня Виктор Корнеевич рассказывал, те агрегаты, которые в естественных условиях просто так не разрушаются. Их разрушить может только техника, только нашей обработки почвы. Но питать эту биоту могут только живые растения, корни живых растений. И в этом случае почва покровной культуры как раз является тем звеном, которое может пролонгировать присутствие на поле зеленых растений, то есть живых корней. Среди преимуществ или положительных черт, которые нам дают почва покровной культуры, я назову буквально три пункта, которые мы можем пощупать, которые могут отразиться на экономике нашего предприятия. Первое это то, что мы экономим удобрения за счет того, что в результате фотосинтеза накоплена биомасса, это в виде органического вещества те элементы питания, которые нам заменяют от 50 до 150 килограмм любых удобрений. Мы пересчитывали на разные виды удобрений, разные формы, и мы получали прибыль около 3000 на гектар. Также вы знаете, что когда на поле растут растения и культурные растения, они более конкурентны в сравнении с сорняками, потому что семена культурных растений весят больше, у них выше энергия, и они, конечно же, подавляют сорные растения. И за счет того, что мы можем не применять минимум одну, а иногда в некоторых случаях две гербицидные обработки, мы экономим на гектар еще дополнительно 1000 рублей. Что касается пятого пункта, здесь указано, третье, о котором я буду сегодня говорить, это повышение урожайности культур. И здесь я всегда люблю начинать с этого предприятия, это Ростовская область, это Веренич Николай, который все очень строго, очень четко, исполняя мои рекомендации, посеял 11 культур в 2020 году, и на следующий год получил урожайность льна без удобрений, без инсектицидов 20 сантиметров с гектаром. На вопрос, Николай, а сколько ты получил лен в этом году без покровных культур, он мне сказал, ну, я не делал никаких контрольных полос, потому что вот поле 60 гектар я посеял. В тот год лен имел очень хорошую цену, он очень доволен остался. Но на следующий раз, это уже было другое поле, оно в этом году, на этом поле рос лен. В прошлом году мы пересмотрели немного после какого предшественника и выбрали 8 культур для почвопокровного посева. И вот это, у меня на слайде там она розовая, здесь такой коричневого цвета, это результаты урожайности льна, именно по этому хозяйству Николая Веренича. Обратите внимание, 8 культур, норма высева 12 килограмм. В 1923 году лен по контрольному участку, как положено он сделал, их было несколько, от 14 до 16 сантиметров с гектаром урожайность. По варианту с почвопокровными культурами 20 сантиметров. Но мне кажется, уже без вопросов. Вверху две строчки. Это другое хозяйство Ростовской области, это результаты Мокрикова Григория Васильевича. Они напечатаны, кстати, в журнале «Земледелие» в первом номере этого года. Были разные варианты почвопокровных культур. Это было 9 вариантов различных, от 1 до 11-компонентного такого варианта. Обратите внимание, здесь гречиха, ее не сильно видно. И 5-компонентный, это два варианта, я показала, где была получена самая максимальная урожайность. В тот год посеяли мы в 21-м почвопокровные, 1,5-компонентный, а 30-24 были и другие варианты. Но при контрольном варианте урожайности нута на следующий год, 22-м году, получилась прибавка до 2-х сантиметров с гектаром. Если считать по деньгам, Григорий Васильевич, вот просто он практик, он сказал, у меня получилось от 4,9, по-моему, до 6,3 тысячи на гектар прибавка по почвопокровным культурам. На следующий год он снова посел, то есть в прошлом году он снова высевает. Он выбрал поле большое. Вот эта желтая часть, это контрольный участок. Вот это, вот это почвопокровные культуры, но он выбрал одну смесь. Из всех 9 вариантов он выбрал ту смесь, которая, сейчас я немножко верну, ту смесь, вот она, 11-компонентная. Объясню, почему. 12,5 килограмм на гектар в сравнении с 24 даже. Пусть урожайность в прошлом году была не 2 центнера, там, по-моему, 1,6 была прибавка на этом варианте, но 11 культур дают гарантию, что при любых условиях лета какие-то минимум 5 взойдут. Это раз. Потом цена семян на 1 гектар была всего 600 рублей, в то время, когда вот эта гречиха, 30 килограмм, это 2 тысячи стоила, и вот эта смесь стоила 1000 рублей на гектар. То есть чисто из практических соображений была выбрана эта смесь, и в 23-м году посеян нут, урожайность на контроле 20 сантиметров, 24 после почвопокровных культур. Другой вариант — это Ульяновский аграрный университет имени Столыпина, Тайгильдин Александр Леонидович предоставил такие данные, что получилось в этом году. Мы заложили, помогали обсчитывать и закладывать этот эксперимент, это большой стационарный опыт, где все культуры севооборота выращивались на трех фонах удобрений, без удобрений оптимальный для их зоны и повышенный фон, и каждая культура выращивалась на фоне без почвопокровных культур, на фоне яровых почвопокровных и озимых почвопокровных культур. Вот здесь показаны эти варианты яровых почвопокровных и озимых почвопокровных, то есть какие были подобраны культуры в этой смеси и какая норма их высева. Так вот, обращаю ваше внимание, что соя отреагировала повышением урожайности после озимых почвопокровных культур на всех фонах удобрения. А гречиха, и были еще данные по яровому рапсу, дала максимальную урожайность после яровых почвопокровных культур. Вот они зелененькими здесь обозначены и там чуть-чуть не поместилась. Когда готовилась к этому выступлению, мы же говорили об условиях оборачивания почвопокровных культур в условиях 2023 года, то, что нашла в интернете, на сайте, оно не совсем соответствует, тем более мы понимаем, в каждом регионе есть несколько зон, в каждом предприятии есть тоже свои условия, которые не совсем соответствуют, но единственное, Ульяновск мне сказали, что да, вот это вот количество остальных очень близко к действительности. Воронежская область больше 100%, с мая по сентябрь выпадало Алтайский край тоже больше 100%, и Ростов-на-Дону, вот сейчас сидят ребята, которые живут на границе с Воронежем, немножко другая ситуация, но тем не менее, вот то, что нашла, для чего показываю этот слайд? Для того, чтобы выращивать почвопокровные культуры нам достаточно, чтобы за месяц выпало 30 миллиметров осадков, в идеале это 80 миллиметров осадков, и за вот этот период в южных регионах и даже в Алтайском крае мы видим, что есть условия для того, чтобы какой-то месяц можно было получить нормальные всходы. И на сегодня в Саратовской области, вот недавно приехала, сделала вот такие снимки, вот так выглядят почвопокровные культуры. В Ульяновске тоже свежие снимки, вот так, но обратите внимание, с виду вроде бы нет зеленого ковра, как нам бы хотелось видеть, но если внимательно посмотреть, то вот есть лен, есть редька, есть отдельные растения, и еще впереди как минимум месяц вегетации у них есть, то есть, ну, ждем осадков. Алтайский край, очень интересная история произошла, я три года уже читаю в Барнауле, мы обучаем молодых наутильщиков, ну, молодых в плане начинающих, и я три года им рассказываю о почвопокровных культурах, и они мне говорят, Ольга Леонидовна, какие почвопокровные культуры, у нас месяц всего, вегетации после того, как мы провели уборку, и все, и дальше заморозки. И вот, глядя с трибуны в их глаза, я говорю, ну, давайте попробуем, давайте квадрокоптеры, давайте вот эти беспилотники попробуем, но у них проще, давайте попробуем разбрасыватели. И вот этот фермер, Семен Пятков, буквально тоже неделю назад мне присылали такие фотографии, он со мной не советовался, он просто говорит, я смел все, что было в амбаре, и сделал усилие на злаковые культуры, потому что зерновых у него мало, все в обороте, и до уборки озимого рыжика разбросал эту смесь с помощью разбрасывателя, обычного разбрасывателя, и у него все получилось. Вопрос у него был в чем? Вот эта проса, оно уже, ну, оно осеменится или нет, и что мне с ним делать? И мы решили уже в телефонном режиме, что это поле, это экспериментальные 20 гектар, которые, в принципе, никак не повлияют на экономику предприятия, но 10 гектар он закатал на сено, а 10 гектар оставил, по моей рекомендации, вот так вот в этой готовой, стоящем состоянии биомассы. И на следующий год он туда будет поперек всевать либо лен, либо гречиху с удобрениями и без, то есть будет 4 участка на этом 20-гектарном поле. А почему рассказываю за этот случай? Потому что это было в феврале месяце, а в конце июня в Самаре на конференции я познакомилась с замечательным фермером из Белгородской области, это Михаил Сергеев, который, оказывается, уже 5 лет в звене пшеница, соя высевает именно разбросным способом, но он там привлекал авиацию, насколько это было можно, в этом году так не получилось, но он уже 5 лет высевал разбросным способом 40 килограмм тритикали, 20 килограмм вики, 60 килограмм. И у него все получалось, и соя на следующий год никаких микроэлементов не нуждалась, она была великолепна, и каждый год он получал очень высокие урожайности сои, лучшие по району. И он мне рассказал об этом. И когда я вернулась из Самары домой, вечером у меня был звонок от краснодарского фермера, которому я под впечатлением рассказала про этот случай, что узнала от Сергеева Михаила. И говорю, Иван Николаевич, давайте заложим такой эксперимент. Он говорит, хорошо, Ольга Леонидовна, у меня остались готовые смеси, еще с прошлого года 11-компонентная смесь, 8 килограмм на гектар, это то, что я рассчитывала. Они у меня есть, я так и сделаю. И он берет Краснодарский край, перед комбайном высевает разбрасывателем вот эту смесь. Вот так она выглядит уже через пару месяцев. Если кажется, что здесь в основном крестоцветной культуры, то на следующем снимке видно, что здесь есть и лен, есть и гречиха, и здесь нет сорняков. Если есть какие-то всходы сорняков, то это буквально 5 сантиметров угнетенные. Это четко наблюдалось. Но хочу сказать, что этот посев был без диссекации, без глифосатной обработки. И когда он сказал, что был такой грех, разбрасыватель 24 метра, и не все семена долетали на все эти 24 метра. И вот то, что не долетало, оставляло вот такие пустые полосы. И вот здесь была засоренность повыше. То есть, ну понятно, в природе не бывает пустоты. И вот такое качество. Дожди мешали, помешали ему все это поле разбросать. Затем он зашел с уборкой, потихоньку занимался уборкой. И 20 июля, это через 2 недели после вот этого разбрасывания, он заходит сюда с той же смесью, но с сейлкой. Сейлка 6-метровая, 8-тонный трактор, практически по сырому полю, потому что всегда у нас в уборку, ну есть теневая, есть остаточная влага, да еще плюс это были осадки в Краснодарском крае. Обратите внимание, и, кстати, Иван Николаевич мне говорит, Ольга Леонидовна, я теперь даже теряюсь, сделали я хорошо с этим посевом. И обратите внимание, что все-таки разная культура доминирует там и там. И здесь была глифосатная обработка. То есть это он отработал практически по классике, как мы думали 2 года назад, как в прошлом году я еще давала рекомендации, не знаю, что есть еще такая возможность. У меня... да, спасибо. Мне Новичихин 5 минут обещал. Спасибо большое. Видите, какая у нас связка с производственниками. Главная цель технологии прямого – это запустить естественные процессы на поле и восстановить природное плодородие почвы. И закон восстановления плодородия почвы имеет место быть только тогда, когда мы с этих полей не отчуждаем нашу продукцию. Когда она остается, вот эта биомасса, которая получена в результате фотосинтеза, остается на поле. И это возможно только благодаря почвопокровным культурам. И буквально одну минутку займу тем, что какие планы. Мы понимаем, что уплотнение почвы сегодня звучало неоднократно, это серьезная проблема в ноутиле. Максимально почва уплотняется, когда мы во время уборки проезжаем комбайном по сырому полю и оставляем на почве колеи. Равновесная плотность не всегда может выручить вот при таких колеях. Она может выручить... Ну, понятно, там за зиму расплотняется поле, но у меня предложение. Очень часто я в хозяйствах вижу, что эти колеи... Ну, люди приходят, потому что эти колеи нет смысла засевать, потому что эта затрата семян, она бесполезная. И у меня предложение. Если кто желает, давайте заложим эксперимент по созданию вот такой технологической колеи, но не пустой, а засеем ее многолетними, многокомпонентными травами. Для того, чтобы она не деградировала, мы не теряли ее из общего поля, а чтобы эта почва все-таки восстанавливала плодородие. И она, имея... И когда там будут живые растения, снова возвращаясь к первому слайду, будут живые растения, будет питание для микроорганизмов, эти микроорганизмы сделают эту почву прочной. И вполне вероятно, что когда-то этой колеи уже не будет. Там будет просто устойчивая к проходам техники более плодородная почва. Спасибо за внимание. И он редкий наутильщик, у кого есть животноводство. С Арменом мы знакомы давно и подтверждаю бункера-накопители и использование и с румом, и с миксерами. Мы по-другому делали. Два лилиани, а потом высыпали в машину. С рукавами. Мы хранили в рукавах 105 тысяч тонн. 55 кукурузов с влажностью. Это вот мое поле. Вот так мы сеем. Живые корни. Живые корни, но растения уже за сутки, за двое до этого убиты глифосатом. Мы используем здесь 1 литр глифосата и корректируем его pH. Догоняем его на 3,5-4. А дальше как переключаем. Поехали. Да, если можно. Я занимаюсь с наутилом уже с 2006 года. Наутил у нас был классический. И потом пошли мы на наутил с покровными культурами. Не зная об этом, что занимается Ольга Леонидовна, мы занимались параллельно. Потом все это мы пошли друг к другу, советуясь, контролируя, подтверждая, опровергая. Это вот то, что сейчас показывала СЛК. А здесь еще одно видео, если можно. То есть у нас процесс проходит вот таким образом. К сожалению, у нас не получается летать в Воронежской области. Это вот процесс моего поля этого. Идет уборка и тут же идет сев покровных культур. Все идет параллельно, не останавливаясь. Кто-то говорит, да, нехватка кадров и всего остального. Есть пример. Бункерами и накопителями. Сохраните одного-двух тракториста с помощью бункера-накопителя. Вот смесь, которая есть. У меня здесь 12-14 компонентов в этой смеси. И здесь смесь у меня закладывается и яровая, и зимующая смесь. Зимующая смесь состоит из 4-5 культур. Обязательно злаковые культуры. Это тритикалия, рожь и вика, у меня зимая. Можно выключить и презентацию выключить? Вика зимая. И остальные культуры, которые вот идут. Это вот во что мы сеем. Это то, что мы получаем на сегодняшний день. Это коктейль седиратов, который вот высеяли. И вот на сегодняшний день он выглядит вот таким вот образом. Справа. Это то, что я получаю от тритикалия уже весной. Это май месяц, 20-19 мая. И в эту смесь я сею сою. Вот такую сою я получаю. Это мои всходы. Ну, грубо говоря, через месяц. А через 30 дней. Это соя уже. Она идет на рейт. Это мой автомобиль, который вот рядышком здесь припаркован. Вот такую сою я получаю. Удобрений ноль. От слов совсем. Вот такие вот азотофиксирующие бактерии. Мы фиксируем азот до 150 килограмм на гектар. Наука проверяет, смотрит. Мы фиксируем из... Оттуда. С воздуха. Бесплатно. Не тратя на это ни одного килограмма, ни одного рубля. Ни одного литра дизельного топлива. Это вот мои растения. Потенциал одного растения. Я увлекаюсь очень сильно минимальными нормами высева. То есть у меня пшеница 1 миллион на гектар. Соя 250 тысяч на гектар. Урожай по пшеницам где-то от 70 до 80. По сои. Вчера закончили уборку 27. Это на утильщика орудия. На утильщика лопата для того, чтобы нюхать почву. И подтверждать, что почва, если она пахнет у нас хорошим подвалом, то мы идем на поправленном пути. Если она пахнет кислотой, как мы видели это в Ростове, то там есть проблемы. Это сои из бункера. Вот мы его убирали. Вчера я перед тем, как сюда к вам ехать, это просто фазографированный из бункера. Приятно дорого посмотреть. Самому. Но это выбрал мой старший... А нет, вдруг, младшая внучка вот такую вот заставку. Говорит, деда, поставь. Это вот то, что нужно. У меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ